Настоящим украшением просыпающегося после долгой зимы леса можно считать ветреницу дубравну. Весенние цветы и ящные растения с резными листьями очаровательны. От поляны с цветущими ветреницами просто не отвести взор. Название рода происходит от греческого анемос – ветер. Обычно это связывает с тем, что с его помощью происходит опыление растений и распространение семян. Но более поэтично и подходящий нежному облику первоцвета выглядит другая версия. Их так называют, потому что легкие головки выразительно раскачиваются даже при легком дуновении. В некоторых странах ветреницу даже называют цветком ветра. Жизненный цикл у первого весеннего цветка короткий, он цветет всего несколько дней. Он любит свет и старается закончить развитие раньше, чем лес оденется листвой. К концу весны ветреница увядает, но в почве остается корневище. На следующий год на нем появится новое растение, причем вырастет оно на новом месте. Происходит это потому, что корень первоцвета с одного конца отмирает, а с другого нарастает. Получается, что ветреница дубравная медленно ползет под землей. Ветреница очень нежный и красивый цветок. Зацветет первоцвет и покажется, что вернулась зима и украсила все вокруг большими белыми снежинками. Но вот нахмурится небо, соберется дождь и цветы снежинки тут же закроются, будто растают. Выглянет солнце и они снова оживут, раскроются и примутся кивать головками весеннему ветерку. Ветреницы ядовиты. Их яд так и называется – анамонин. Корневище растения похоже на тонкий узловатый сучок. Оно очень податливо и плохо закреплено в земле. Хочешь сорвать цветок – потянешь за стебель, вытаскиваешь вместе с ним и корневище. Если так случилось, растение погибло. Оно погибает даже тогда, когда удалось оторвать только один цветоносный стебель с листьями. Таковы уж особенности развития ветреницы. Если корневище осталось весной без надземной части, оно не может дальше существовать. Поэтому прежде чем сорвать цветок, лучше лишний раз подумать, стоит это делать или нет. Может просто оставить эту лесную красавицу на своем месте и просто любоваться ею. Продолжение следует... Продолжение следует...